Здравствуйте! Передо мной семья Зайченко. Один из братьев Зайченко Станислав, совладелец центра ДЕТА, центр пляжных видов спорта. Его жена, она же директор, центр Наталья и дочка Злата. Видите, она такая активно играет, играет в домино. Можно вас несколько вопросов спросить, вот почему возникла идея создать такой центр? Вы что, сами занимались именно теннисом? Или из волейбола пляжного пришли? Потому что, на мой взгляд, я посмотрел и увидел, что это смесь пляжного волейбола и тенниса классического. Я прав? Да, все верно. Пляжный теннис – это смесь и волейбола, и тенниса, и бандитона. А идея самого центра вынашилась достаточно давно. Мы большие покойники спорта в целом и пляжных видов спорта, которые на наш взгляд активно развиваются. Мы очень давно хотели поставить такой центр в Москве. Три дни мы вынашли несколько лет. И, в принципе, в 2016 году у нас появилась такая возможность. Мы нашли входящие для нас место и начали запустить стройку. В начале 2017 года мы открыли свои двери. И всех любителей пляжных видов спорта – это и волейбол, и футбол, и тегис. И сейчас, в принципе, работаем по всем направлениям, по всем видам пляжных видов спорта. То есть у нас имеют тренируются почти все школы пляжного волейбола. У нас работает тренер детских команд по пляжному теннису. У нас работают несколько школ по футболу. У нас тренируется сборная команды России по фрисби. Да, это такая же пляжная игра, очень динамичная. Это что такое? Я даже не слышал, честно говоря. Это летающая тарелка. Это вот та забытая летающая тарелка из детства. Сейчас ей придумали игру. Это похоже на регби, только мяч заменен летающим диском. Очень интересная, очень динамичная игра. Это американская игра. Родные чайники, например, с американцами, они очень активно продвигают. Более того, в Японии, в Группах, он будет презентован как олимпийский вид. Именно фрисби. А, надо будет обязательно посмотреть, как они приехали к вам, посмотреть пригласительно. А эти соревнования мы посмотрим. Соревнования проходят по этим? Пока они только тренируются. То есть у них сезон летом. Они зимой у нас тренируются, готовятся. Ну, может, тренировку пока нам какую-то интересную, может быть, будет? Ну, конечно, с удовольствием приходите посмотреть, это интересно. Мы тоже не знали на момент постройки. Мы не знали о топом виде спорта, но это были первые спортсмены, которые пришли еще на этапе строительства и уже были готовы у нас тренироваться. И подгоняли нас, давайте быстрее, нам нужно тренироваться. У нас важные старты. То есть вы даже не ожидали, я так понимаю, того, что у вас появляется еще одна игра, да? Да, мы ничего об этом не знали. То есть мы что-то слышали, но что это такое, мы не представили. То есть можно сказать, что центр только начинает работать, второй год работает, да? И уже как бы приносит такой, как бы, уже популярный. То есть у нас уже пришли те игры, которые даже вы не знали, как бы, да, получается? Да, действительно так, какая-то такая динамика положительная присутствует во всех начинаниях. То есть будь то теннис, будь то волейбол, будь то фрисбик, футбол. Мы, как мне кажется, находимся в инстрии этих футбол спорта в зимний период. Мы являемся одним из тех центров в Москве, которые собирают наибольшее количество профессионалов и любителей футбол спорта в сервис. Нам это очень импонирует. Нам нравится вот эта идея такого вот семейного дома для футбол спорта. А пляжа волейбол, наша сборная, здесь тренируется у вас или пока не находят? Наши сильнейшие бич-волейболисты, бич-волейболисты, бич-волейбол. Нас занимаются волейболисты всех видов, да, у нас играют в сборнике. Более того, совсем недавно у нас проходили мастер-классы и турнир с участием сильнейших волейболистов в Восточной Европе. И, в частности, играл призер последней Олимпиады Семенов Константинов. Да, у нас один из участников в паре, которая заняла, в принципе, призовые места. То есть, россиянин, да? Россиянин. Да, это русский олимпиадчик. Четвертое место они заняли на последней Олимпиаде в Рио. Так что, да, у нас тренируется, в принципе, очень румятое спасти. Ясно. А все-таки, ну, больше вас тяготеет к чему? К пляжному теннису, где вы сами выступаете как спортсмены? Или вы еще в волейбол тоже пробовали выступать? Мы не пробовали играть в волейбол, какой-то опыт или волейбол у нас есть. Мы, конечно же, устроили центр, в первую очередь, с огрядкой пляжа и теннис. У нас такое большое любимое хобби. Нам очень нравится сама игра, нам очень нравится соревновательность этой игры. И мы, конечно, устроили центр специально конкретно этот вид спорта. Но мы не знали другие варианты этой игры. Угу. Ясно. А, Наталья, вот вам не сложно, вот как директор, я так понимаю, вы занимаетесь как бы организацией, да, вот как бы всех соревнований, как бы, в принципе, надо работать. Насколько сложно? Вы тоже, я так понимаю, имели отношение к спорту? Вот мы сегодня видели, как Станислав выступал, да, и, по-моему, вышел в финал, да, дошел до финала. А вы сами тоже, как бы, теннис, в каком отношении у вас к спорту? Какими это спортом занимаешься? Я много вообще уделяю время спорту, и в прошлом была профессиональной спортсменкой, не по пляжам виду спорта. А по каким еще инсекрет? По прошутному спорту. Ой, ну, прошутный спорт, это вообще, как бы, такой экстремальный вид спорта, мне кажется. Я, наверное, до сих пор боюсь это, решиться на прыжке спорта. Да, ну, в этом видео я была мастером спорта, а по пляжам виду я больше любитель, и просто люблю заниматься. То есть, смотрите, как зритель, да, на этот уровень? Я участвую, но на медали не процедую пока, может быть, годы тренировок. А, то есть, это тот вид спорта, который позволяет выступать, я так понимаю, разным, в основном категориям, да, как будто? Он, чем нехороший, вообще, пряжные виды спорта, они чем хороши, что для того, чтобы начать играть, тебе нужна очень небольшая подготовка. То есть, игра очень простая, без своей сути, но требует дальнейшего твоего развития. То есть, она тебя как бы цепляет, и такой, раз-два, чрезвычайно ты уже играешь в пряжный тренинг. То есть, ты понимаешь, что тебе нужно скренироваться, чтобы твой уровень начал расти, чтобы ты мог укрыться. Именно таким образом, я, в принципе, нашел же студитель, и сейчас ее отношение, оно очень интересное. Выделила себе какие-то время по тренировке, она постоянно участвует в турнире, и идет, как и здесь сейчас. Поэтому ее, в принципе, амбиции позволяют думать на скорых мигах. А амбиции зла же какие? Она тоже чемпионка будущая? Мы пока еще не везем. Или только в домино уже играет. Но потом, как она играет в домино, видно, что она очень такая серьезно настроенная, решительная, уверенная, да. Только побеждать. По-моему, у нее нету, как бы, этих конкурентов. Только побеждать. То есть, в любом случае, будет заниматься спортом, да? Ясненько. А вот такой вопрос. Какие планы у вас есть? Может быть, другие виды спорта есть? Здесь есть какие-то еще, может, какие-то пляжи-виды, которые мы не знаем, допустим. И здесь вдруг появится. Такое есть? Там в гости у меня заходят президенты Ассоциации праздничных видов спорта. И мы с ним, в принципе, ведем всегда беседы о том, что и как развивается в этом мире. И мы, в принципе, не готовы, что у него есть праздничный бомбинтон. Заинвестированный как вид. И, в принципе, мы ждем бомбинтонистов все-таки в центре. И мы с ними обсудим возможности нашего центра. Про притки я уже рассказал. Есть различные виды виноборств на песке. Тоже конечно развиваются. О регби тоже очень активно играют на песке. Вообще песок та поверхность, которая очень в целом полезна. То есть, у которой травма, нагрузок, особенно... Меньше, да. Я признаюсь честно, у меня ноги тоже не очень здоровые, но проходила по песку, мне понравилось. Одно из наших направлений, это как раз такая лечебная физкультура и восстановление двигательного аппарата. Ну да, они такой мягкий-мягкий песок, но ходить не очень легко. На самом деле, человек, который первый раз заходит в песок, ему тяжеловато ходить было. Тяжеловато, но все-таки я привык. Сначала было тяжеловато, потом привык уже. Походил, посмотрел, очень интересно. Песок теплый фонд повышает, сидишь высоко, по теплому песочку. Песок теплый, реально теплый. В голове ассоциации с отдыхом, в принципе, какой организм получает такую положительную энергию. А до всего этого, на этом финале-то важно. И это работает, самое главное. Ясно. То есть, я так понимаю, а насчет турниров. Какие турниры в ближайшее время у вас дополнительно? По каким видам спорта? Ну, по-любому, я имею в виду, что у вас будет в ближайшее время, какие-то турниры, которые, может быть, придут все-таки посмотреть. Поскольку, я так понимаю, ход у вас демократичный. То есть, любой практически может пойти и посмотреть турнир. Правильно, я так понимаю? Не надо платить ничего зрителям. По-моему, как бы здесь и кафе хорошее есть, цены тоже оптимальные. То есть, все условия для нормального отдыха. Посмотреть интересные соревнования. Вот здесь через сетку соревнований посмотреть. Можно там внизу посмотреть, там куда. То есть, такая реально демократичная атмосфера. И, я так понимаю, что можно приходить бесплатно зрителям, да? Да, у нас ход бесплатный. Потому что участники очень разные, когда приходит много зрителей, походить, посмотреть. Можно даже попробовать на себе каких-то видов спорта. Буквально через месяц мы проводим серию аналогичных турниров, как даже в Тельницу, тоже с трудовым фондом. Вот, поэтому приглашаем как участников. То есть, это когда будет, какого числа через месяц, а в точное время? С 8 по 11 марта. 8 по 11 марта, да? Да, будет 3 турнира. То есть, тогда приглашаем болельщиков как раз на улицу... Улица Маршал-Зуково, да? Улица, да? Улица, да? Проспект. Проспект Маршал-Зуково. Дом 4, строение 2. Очень такое удобное время. Это недалеко, как бы, все-таки, я считаю, как бы от центра города. И здесь, на самом деле, реально мне понравилось. Мне понравилось. И призываю тоже болельщиков посмотреть, отдохнуть. Просто, вот, особенно, например, зимой и весной ранней. Но посмотреть на леса. Название «лето» здесь, оно соответствует действительности. А щится немножко, как бы, в летней, как бы, мельче, да, как бы, летом, как бы. В зимней, весенней, в марсской Москве, когда в марте будет все холодно, я думаю, здесь будет интересно. Приходите, посмотрите. Я тоже пойду. Удачи вам. Спасибо большое за интервью. Спасибо.